Всем привет! Это урок 66. Диалоги, обработчики и операции. В этом уроке мы рассматриваем обработчики событий диалога и программно закрываем и показываем диалог. Мы закрываем диалог нажатием на кнопку, на пункт списка или кнопкой назад. Давайте рассмотрим, какие есть программные способы закрытия. Также узнаем, какие обработчики диалога можно использовать, чтобы отследить закрытие. Создадим проект. В strings.xml пропишем такие тексты. Код main.xml Код main.activity.java Код в основном должен быть понятен по прошлым урокам. Создаем диалог, настраиваем заголовок, сообщение и одну кнопку без обработчика. Нам он сейчас не нужен. Далее для диалога указываем три обработчика. Отображение, отмены и закрытие диалога. Все они пишут о себе в влог. Он клик обработчик кнопки из main.xml. Здесь мы просто запускаем диалог. Давайте посмотрим, когда и какие обработчики событий диалога будут срабатывать. Все сохраним и запустим. Жмем кнопку диалог. Появляется диалог. В влоге мы видим create, show. Диалог создался и сработал обработчик отображения диалога. Нажмем кнопку окей. Диалог закрылся, а лог показал следующее. Dismiss. Сработал обработчик закрытия диалога. Теперь еще раз запустим диалог, кнопка диалог. В влоге увидим show. Метод он create dialog не отработал, так как диалог уже создан. Это мы подробно рассматривали в прошлых уроках. Сработал обработчик отображения. Для закрытия диалога нажмем кнопку back, назад, на эмуляторе. В влоге появились следующие строки. Cancel, dismiss. Перед обработчиком закрытия, dismiss, сработал обработчик отмены, cancel, так как диалог был отменен. Разберем программные методы управления диалогом. Для этого немного изменим код mainactivity. Добавим два пустых пока метода, метод 1 и метод 2 и перепишем onClick. Хендлер мы пока не проходили, его понимать не обязательно. Сейчас просто надо принять, что вся эта конструкция в onClick покажет диалог, а затем через 2 секунды выполнит метод 1 и еще через 2 секунды выполнит метод 2. Мы будем работать с метод 1 и метод 2. Начнем с метода dismiss, он закрывает диалог. Перепишем метод 1. Метод 2 пока не трогаем. Запустим приложение и нажмем кнопку диалог. Диалог появился, повисел 2 секунды и закрылся. Это нам обеспечил dismiss, вызванный через 2 секунды после отображения диалога. Смотрим лог. Create, show, dismiss. Все верно, диалог создался, отобразился и закрылся. Обратите внимание на время записи в логе. Между show и dismiss примерно 2 секунды. Теперь используем метод cancel. Перепишем метод 1. Все сохраним, запустим приложение и вызовем диалог. Снова диалог появился и закрылся через 2 секунды. Сработал метод cancel. Вот логи. Create, show, cancel, dismiss. Все так же, как и при закрытии диалога кнопкой back. Снова перепишем метод 1, используя метод hide. Запустим приложение, вызовем диалог. Он отобразился и закрылся. Смотрим лог. Create, show. На этот раз обработчик закрытия не сработал. Диалог просто скрылся. Зачем это нужно я не знаю, но метод такой есть, поэтому и рассказываем. Теперь рассмотрим управление из Activity. Мы работали напрямую с объектом Dialog и вызывали его методы. Есть еще другой способ. Сначала немного теории о механизме взаимодействия Activity и диалога. Когда мы первый раз выполняем в show Dialog, мы передаем туда ID. Это ID далее передается в onCreate Dialog. В итоге он клеит диалог, возвращает созданный диалог и Activity для себя увязывает его с ID. И если мы захотим обратиться к этому диалогу, нам нужен будет только ID. Activity сама по нему определит, какой диалог нам нужен. Когда мы, например, в следующие разы вызываем show Dialog, мы передаем туда ID, но диалог не создается. Activity по ID находит ранее созданный диалог и показывает его. В Activity также есть методы по закрытию диалога. Это dismiss Dialog и remove Dialog. Первый просто закрывает диалог, а второй закрывает и заставляет Activity забыть о нем. То есть, когда мы в следующий раз захотим показать этот диалог, Activity будет заново создавать его, а не брать уже готовый. Давайте это проверим. Перепишем методы. Метод 1 и метод 2. Все сохраним и запустим. Вызовем диалог и ждем. Диалог отобразился, через 2 секунды закрылся и еще через 2 секунды снова открылся. Смотрим лог. Create, Show, Dismiss, Show. Когда диалог отобразился во второй раз, не сработал метод его создания, так как Activity использовала созданный при первом вызове объект. Перепишем метод 1. Будем не только закрывать диалог, но и забывать его. Метод 2 оставляем без изменений, он будет показывать диалог. Запустим приложение. Запустим диалог и ждем. Диалог открылся, закрылся и открылся снова. Смотрим лог. Create, Show, Dismiss, Create, Show. На этот раз при втором показе он снова создавался, так как Activity его забыла благодаря методу RemoveDialog. У объекта Dialog есть еще метод Show. Чем он отличается от метода ActivityShowDialog? Show просто покажет созданный диалог, а ShowDialog начинает проверять, был ли уже создан диалог, создает его, если необходимо, и вызывает для него метод OnCrepairDialog. На этом все, а на следующем уроке работаем с Progress Dialog. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok